Что ж, мы с вами должны будем продолжить, и, естественно, продолжение начинается с исправления. В первую очередь я должен вернуть вас обратно к причинам или к тем принципам, которые Фукидид выдвигает для объяснения того, что Пелопонесская война – это величайшая война в истории, и сказать вам, во-первых, что мы должны уменьшить наше притязание, утвердив не то, что это величайшая война в истории, а то, что это величайшая война в истории Фукидида. То есть Фукидид пока еще не претендует на то, что Пелопонесская война – это война, которую нельзя превзойти. Пока он лишь претендует на то, что Пелопонесская война превосходит предыдущие войны. И для этого, как вы помните, он выдвигает несколько критериев. Первый из них – это, как вы помните, ресурсы. Ресурсы, конечно. Сюда входят человеческие или, давайте, нематериальные и материальные. Затем у нас идет что? Масштаб, да. Под которым понимаются участвующие стороны в смысле, как цивилизация и варварство, в смысле, как стороны света. Затем, что еще? До этого мы еще не дошли. Прогресс. Технический прогресс, да. Прогресс поздно потом слышу. Да, 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 как раз. Ну, слушай, море уходит, конечно, в масштаб. А вот прогресс или технический прогресс имеет отношение к тому, где именно, в каких плоскостях может вестись война. Потому что, как вы помните, древние греки не умели плавать, да. И в основном сражались на суше. Все это должно доказать, что в самом начале греки были слабы. Настолько слабы, что они даже не были греками. И в этом смысле, говорили мы, цивилизация основана на варварстве. Да, мир основан на войне. Порядок основан на своей противоположности, на насилии. И, конечно, это распространяется не только в отношении цивилизации и варварства, но и в отношении, как мы узнаем позднее, человеческой природы и совместной жизни. Совместная жизнь окажется возможной только при условии подавления человеческой природы. Причем самому жестокому ее подавлению. Хорошо, вот примерно на этом мы остановились с вами. Обсуждая до сих пор слабость древних, не доходя до вопроса о том, как быть с Троэнской войной и, соответственно, с Курштидскими войнами. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Появились ли вопросы спустя неделю? Немножко еще раз назад про Фукуштид выступает против поэтов. Да. Особенно. Но вообще, греческая чума же отразилась по-разному на этих поэтов. То же самое и евре-пит. Афинское вы имеете в виду? Да, евре-пит. Как здесь, не знаю, Фукуштид выступает не просто против всех поэтов. Он выступает против древних поэтов. Против традиции в целом. То есть это в первую очередь Гомер, конечно. То есть Фукуштид говорит, кто... Ну мы увидим чуть дальше, да? Кто описывал историю до этого? Два типа людей. Лагокрыпы и поэты. И он предъявляет претензию к тем и другим. Но претензия к поэтам более страшная. В этом смысле Фукуштид говорит, что прогресс, технический прогресс, о котором мы говорили, он, конечно же, идет дальше техники. Фукуштид и сам является результатом прогресса и пиком прогресса. В том смысле, в каком его рассказ о Пелопанесской войне превосходит рассказ Гомера о Троянской войне. Каким образом превосходит, мы тоже сейчас поймем, когда начнем читать Фукуштида подробно. Хорошо, еще вопросы есть? Тогда давайте продолжим с того места, на котором остановились. Мне кажется, Агаманн собрал свое войско не столько потому, что примудил к этому походе женихов Елены, связанных клятву с темнорением, сколько потому, что выдавался над современниками своих могуществ. Да, мы помним, что мотив создания цивилизации, или восхождения цивилизации, и мотив гибели цивилизации, мотив возвращения к варварству, это один и тот же мотив. И Фукидид обращается, наконец, к Троянской войне и говорит интересную вещь. Вы помните, что Гомер и Гесиот и легенды в целом утверждают, что Агамемнону удалось провести, повести за собой всех остальных греков против Трои, потому что среди них был договор относительно Елены. Договор был, как вы помните, такой. Они все претендуют на Елену, ну, претендовали на Елены. Но они все договорились, что тот, кого Елена выберет сама, будет защищен всеми остальными от нелегальных на нее посягательств. То есть, никто не берет Елену силой, потому что тот, кто сделает это, сделает своими врагами всех остальных женихов Елены. Только она сама может выбрать себе жениха. Она выбрала себе жениха, Менелая, и вышла за него замуж. А потом появляется Парис, в результате чего Елена похищается. Поэтому Агамемнон вместе с Менелаем, вы помните, что Менелай это его младший брат, говорят буквально следующее. Господа, вы все связаны клятвой. Пойти и отобрать Елену у того, кто взял ее силой. Вот такая история похода греков на Трою. Фукидид говорит, нет. Почему? Помните, как греки стали греками? Когда они объединились против троянцев. Вот сейчас греки стали греками. Вы помните, значит, вот сейчас практически возникает цивилизация. Вы помните, какой центральный мотив возникновения и порядка? Удереваться? Нет. Удереваться? Нет. Удереваться? Нет, мотив, человеческий мотив. Удереваться? Удереваться? Конечно! Агамемнон хочет власти. То есть, что говорит Гомер? Гомер говорит, что поход на Трою является результатом поддержки принципов. Причем альтруистических принципов справедливости. Мы все согласились. Да, мы достигли соглашения. Поэтому мы все должны пойти, даже несмотря на то, что в этой войне мы все погибнем. Большинство из нас погибнет. Да, но мы же согласились, мы же договорились. Значит, из этого мотива альтруистического мы все должны отправиться в Трою. Фукетин говорит, нет, вообще не близко так. Агамемнон оказался всех сильней, и он силой принудил всех остальных подчиняться ему. Его центральный мотив похода на Трою не альтруистический. Он эгоистический. Агамемнон хочет больше власти. И именно в рамках этого мотива греки становятся греками. Три. Таким-то образом... Три. ...все это достояние, по-видимому, получил Агамемнон. Сверх того, он значительно превосходил всех прочих морскими силами. И потому собрал войско в поход не столько вследствие расположения к себе, сколько действуя страхом. А вот теперь мы возвращаемся к центральному мотиву политического действия. Страху. Агамемнон смог воплотить свой замысел, потому что одним, как вы помните, из двух центральных мотивов, или из трех, если вы умны, да, если вы помните все более детально, является именно страх. То есть мотивация всех остальных женихов Елены тоже была эгоистической. Они не пошли на Трою из альтруизма, потому что договорились. Они пошли на Трою, потому что они боялись Агамемнона. Да. То есть они поклялись, говорит Гумер, и из-за этой клятвы они все следуют за Агамемноном. Победит, говорит, это ложь. Вы видите, Фукидит не только опровергает Гумера задним числом, но и напрямую говорит, что на поэта полагаться нельзя. То есть истории, изложенные Гумером, нельзя верить. Но, как вы увидите позднее, верить ей придется. Потому что у Фукидида нет, у нас нет других источников знания о Троянском походе, кроме Гумера. Поэтому пять. По Троянскому походу следует представлять себе состояние Эллады, предшествовавшиеся времени. Да. Итак, чтобы понять, превосходит ли Пелопонеска войну Троянскую, мы должны иметь какие-то представления о Троянской войне. Эти представления исходят только из Гумера. И они вместе с тем отражают все положение Греции. Потому что греки стали греками только в этот момент. Гумеру есть большая претензия. 10-3. Итак, в указанном случае следует верить преданиям и считаясь более с могуществом городов, нежели с внешним видом их допускать, что Троянский поход был самым грандиозным из всех предшествующих. Хотя и выступал нынешним. Конечно, если можно и здесь сколько-нибудь доверять поэзии Гумера, который, как поэт, разумеется, преувеличил и приукрасил походу. Проблема с поэзией заключается не просто в том, что поэт может лгать, что он не ответственен перед истиной или перед какими-то принципами, а в том, что суть поэзии заключается в преукрашивании и преувеличении. Будь то преувеличение зла или преувеличение добра, разницы нет никакой. Поэтому мы четко знаем, что представления о Троянском походе, они искажены. Но у нас нет другого выхода, кроме как поверить Гумеру на слово. Однако, даже если мы поверим ему на слово, у нас все равно не будет иного вывода, кроме того, какой мы уже сделали, пожалуйста. Однако, даже и в таком виде он оказывается слишком незначительным. В самом деле, Гумер повествовал, что из числа 1200 кораблей небиатисты было по 120 человек, а на кораблях Филактета по 50. Указывая этим, как мне кажется, на самые большие и самые малые корабли. По крайней мере, в списке кораблей о величине других не упоминается, что все грибцы были в то же время и воинами, видно по грамлям Филактета. Все грибцы их, по Гумеру, были стрелками из луков. Невероятно, что, в исключая царей и высших должностных лиц, низшие корабельные слуги отплыли в большем числе вместе с ними. Ну, в большом, да, в большом числе вместе с ними. Итак, если принять во внимание среднюю величину между самыми большими и самыми малыми кораблями, окажется, что эллинов явилось по трое немного. Даром, что воинов посылала вся Эллада сообща. Даже если мы поверим Гумеру на слово, зная, что его профессия преувеличилась, сядем и посчитаем, сколько кораблей отплыло и сколько в них примерно могло поместиться воинов, зная при этом, что все грибцы и есть воины, мы можем получить численность войска, которая явилась по трое, зная, чтобы мэр ее преувеличил. И все равно это окажется ничтожное число людей. Но, заметьте, Фукидиль говорит, причина, по которой людей по трое явилось мало, заключается не в том, что людей в целом было мало, в целом было недостаточно. А. В том, что у греков не было достаточно материальных ресурсов. Откуда берутся материальные ресурсы? Что необходимо для их накопления? Мир. Перед Троянской войной не было долгого мира. 11.3. Однако, вследствие недостатка материальных средств, не только предприятия, предшествовавшие Троянской войне, были незначительны. Но и эта война, самая замечательная из всех, происходивших раньше, оказывается в действительности не столь значительной, как рисуют ее молва и установившиеся ныне через поэтов предания. Даже и после Троянской войны в Элладе все еще происходили перемещения жителей и новые заселения. Так что страна не знала, какое, и потому не преуспевала. Даже незадолго до и незадолго после Троянской войны греки все еще находились в состоянии движения кинезиса. А это значит, что у них просто не было сил, не было возможности для того, чтобы накапливать достаточное количество ресурсов, необходимое для войны. 13. В то время, как Эллада становилась могущественной, богатела еще больше прежнего. В государствах, вследствие увеличения их материального достатка, большую частью стали возникать тирамии. Раньше там была наследственная царская власть с определенными привилегиями. Эллины начали снаряжать флот и больше прежнего стремились к обладанию новым. Говорят, коринфяне первые усвоили морское дело, ниже всего к теперешнему его образцу. И первые в Элладе триеры сооружены были в Коринфе. Вы видите, необходимый для военного прогресса технический прогресс, а именно увеличение кораблей, увеличение вместимости кораблей, случился только недавно. Но вместе с техническим прогрессом соседствует и другой тип прогресса. Четыре. Древнейшая морская битва, насколько мы знаем, была у коринфян с киркелянами. Да. В Троянской войне не было морских сражений. Это не потому, что троянцы не могли выплыть куда-то, да, из третий греков. А потому, что никто не знал, как это делать. Только недавно. И это, опять же, технический прогресс, но не совсем тот характер технического прогресса, о котором мы привыкли думать. Только недавно люди научились воевать на кораблях, воевать в море. И, как мы увидим позднее, они будут воевать в море по старому стилю до определенного момента, как скажут покидители. То есть, даже морские сражения также подвержены какому-то прогрессу. Это может быть в связи с интеллектуальным прогрессом? Это прогресс, это прогресс ведения войны, который идет рукой, рука в руку с техническим прогрессом. В конце этой войны, во времена финской экспедиции на Сицилию, сицилийцы придумывают новую суперштуку. Они смогут закрывать корабли в гаванях, забивая в ил, забивая в дно гигантские сваи. Это тоже будет совершенно новая штука. И эта совершенно новая штука, естественно, будет подтолкнута, будет создана благодаря войне. Война не просто является результатом прогресса. Война еще и ускоряет прогресс. Все это я говорю вам для того, чтобы мы продолжали задавать себе один и тот же вопрос. Мир ради войны или война ради мира? Из этих двух положений человечества какое является высшим и какое является целевым? А какое является второстепенным и потому нищим? Пятнадцать. Вот каковы были морские силы Эллина в древнее время и каковы они стали впоследствии. Все же Эллины, которые обратили внимание на развитие морского дела, приобрели довольно значительные силы, частью благодаря притоку денежных средств. Частью, ведь обладычество над другими Эллинами. Мы также должны заметить очень важную штуку, что помимо технического прогресса, есть еще и политический прогресс, на который Фокедит указал немного ранее. Да, тирании есть прямой результат обогащения, увеличения богатства людей. Царская власть, наследственная власть была ограниченной, как вы знаете из истории, например. Тот же Гераклит является басилевцем формально, но у него только жреческие функции, никаких других. Ограниченная она могла быть, говорит Фокедит, потому что у людей не было никаких средств, не было никаких ресурсов. Поэтому у царя не было никакой мотивации захватывать дополнительную власть для себя, помимо той, что он уже имел. Но как только люди стали богаче, как только государства стали богаче, так сразу у руководителей государства, их лидеров, появилась иная мотивация, дополнительная мотивация брать дополнительную власть. Так наследственные царства начали превращаться в тирании. Но можно не сказать, что тогда Гераклит разводит монархию как ту же форму традиции, от отца к сыну, от отца к сыну, а не тиранией? Тираном может быть не только монастырь, но и наследственная монархия. Тираном может быть кто угодно в этом определении, тиранией, да? Ну вот, если он на них представляет. Тиранию и монархию? Да. Я бы так не сказал, пока еще рано так говорить. Он говорит о том, что прогресс, банальный объективный прогресс в накоплении ресурсов, также означает и политический прогресс. Что за техническим прогрессом обязательно следует политический. Я должен привести вам военный пример. Обязательно. Я же говорил вам, что в войне прогресс идет быстрее. Спартанцы изменят свое законодательство, изменят закон Эликурга в ходе войны. Они сначала под давлением поражений введут новый род войск кавалерию, которой у спартанцев не было никогда. Но они введут ее под давлением поражений. И что еще важнее, ближе к концу войны, когда царь Агит, имея величайшее, как говорит Фукидит, греческое войско у себя в распоряжении, откажется отдать приказ о начале битвы и уйдет с поля сражения, не начав его, Спартанцы создадут закон о гитарах или гитарисах, о товарищах. Они изменят царскую власть, ограничив ее тем, что во время похода к царю будут представляться люди, как правило, его личные враги, которые будут следить за тем, чтобы он не принял подобных решений, какое принял Агит. То есть в ходе войны спартанцы изменят закон Эликурга, а еще сильнее ограничив царскую власть. Во время морских походов они покоряли острова, особенно те из эллинов, которые не имели в достаточном количестве собственной земли. Напротив, такой сухопутной войны, которая привела бы к возникновению какой-либо сильной державы, не было ни одной. Вы видите, следующий шаг. Море и господство связаны напрямую. Не бывает сильных сухопутных держав. Бывают только сильные морские. До Пелопонезской войны не было. Нет, это понятно. Фукидин говорит о прошлом, да? Нет. И то, вы же понимаете, что когда Спарта победила в Пелопонезской войне, она победила благодаря флоту. Ну, это да, но она стала первой вельской. Но она стала морской державой. Почему это так? Потому что, как мы знаем, накопление ресурсов связано с обогащением. А обогащение связано не только с миром, но и с торговлей. А торговля это только морская торговля. Нет, сухопутных. Есть нюансы, что победа Спарта и Морской. Афины были начальными для морской державы? Они проиграли, как раз, потому что они были, ну, только у Морской. Нет, нет, нет. Почему они проиграли, это отдельный вопрос. Но, конечно, Фукидин замечает, что в ходе войны Афины стали еще и хорошими сухопутными войнами, афиняне. А спартанцы сделали самые мощные в истории флота. Ну, понятное дело, это был не только их флот, а, например, Пельсинский флот. Но победа стала возможна только благодаря флоту, потому что вне флота спартанское войско, как вы увидите, в самом начале войны, оказалось практически не доистосово. Помните, нет стенобидных орудий, поэтому никто не может взять город окруженности. Нас интересует великая штука 17 о тирании. Все тираны, бывшие воинских государств, обращали свои заботы исключительно на свои интересы. На безопасность своей личности и на возвеличение своего дома. Поэтому при управлении государством они преимущественно, насколько возможно, озабочены были принятием мер собственной безопасности. Ни одного замечательного дела они не совершили, кроме развивой отдельных тиранов с пограничными жителями. Достаточно. Фукидин подводит нас к решающему разделению. Вы помните, я говорил вам, что книга в целом, или по крайней мере, первая книга в частности, работает через противопоставление спартанцев и афинян. Но это не противопоставление менталитетов, в кавычках, или не только противопоставление менталитетов. Это еще и противопоставление политических строев, политической организации. Фукидин начинает с великой штуки, которая потом станет еще более великой. Главное свойство тирании заключается в том, что тирания не агрессивна. Тирания не агрессивна не потому, что тираны хорошие люди, как вы понимаете, а потому, что у тирана слишком много внутренних проблем. Он не может покинуть свой город, чтобы отправиться на войну, потому что тогда, пока его нет, его не зложат. Будь то его враги, или просто демократы, или другой тиран, неважно. У тирана слишком много внутренних врагов, поэтому тиран максимально меролюбив. Естественно, фукидин, как и мы с вами, противопоставляет тирании что? Какой структур? Демократию. Но это значит только одно, что если тирания максимально меролюбива, демократия максимально агрессивна. Почему? Потому что у демократии нет внутренних врагов. Тиран один, а демократов всегда по определению много. Именно поэтому демократия может позволить себе агрессивные действия по отношению к другим сторонам. Да то есть сколько бы демократов вы не отправили воевать, большинство внутри стен все равно окажутся демократами. Есть еще одна причина. Вы помните, что тирании возникают из царской власти. Почему? Ну, по-моему. Да, вот процессы, как раз, представляют население богаче, и у тирана появляется его название. Значит, тиран какой по определению человек? Богатый. Правильно. А демократ по определению тогда бедный. В этом смысле тирану не нужно отправляться на войну ради обогащения. Он, напротив, заинтересован в том, чтобы сохранить то, что у него есть уже. У демократа нет ничего. Поэтому демократ как раз-таки в обратную заинтересован в том, чтобы пойти и отнять. Мы увидим в будущем, как демагогия, вы помните, кто такой демагог, да, буквально ведущий за собой народ, и война связаны напрямую. Все демагоги, начиная с Перикла и заканчивая Алкивиадом, будут пропагандировать только одно – новый виток войны. Потому что демагогия не может существовать вне войны, ибо демократы не могут не хотеть ничего, кроме войны. Мы также должны будем сказать, забегая чуть-чуть вперед, о том, что у тирании, свэш-олигархии, мы уже можем добавлять сюда олигархию, потому что разницы нет здесь для нас с вами. Есть и с одной стороны демократия, и с другой, есть еще одно свойство – благочестие. Демократы благочестивы, олигархи и тираны нет. Мы узнаем это чуть-чуть позднее, но если попробовать объяснить это, тираны и олигархи образованы, демократы нет. Тираны и олигархи имеют литургические должности, или, давайте будет лучше сказать, жреческие должности. Демократы нет. Ну, потому что они бедные. Бедных людей, естественно, никто на жреческую должность не пустит. И, наконец, самое важное – тираны и олигархи, как люди, ответственные за жреческие должности, прекрасно понимают, как работает религия. Демократы нет. Давайте я переформулирую это. Демократы, как нищие, всегда надеются на случай. Война – это случай, который позволит им обогатиться. Но случай, как мы выяснили в прошлый раз, контролируется богами. Поэтому для того, чтобы обогатиться, надо пойти и помолиться. Олигархи не, как и тираны, могут полагаться на случай, потому что случай всегда играет против них. У них уже все есть. Поэтому случай – это только случай все потерять. Поэтому они, хотя и выглядят благочестивыми, таковыми не являются. Я должен привести вам пример, потому что олигархи, о которых я все время говорю, – это, конечно, спартанцы. Точно так же, как демократы, о которых я все время говорю – это афиняне. Чуть-чуть позднее, в книге, которую мы, видимо, никогда не прочтем, спартанцы в ходе войны понимают, что они в результате ее ведения получили очень сильное войско элотов-ветеранов. Вы знаете, спартанцы никогда не воюют одни, они всегда с элотами воюют. И вот эти элоты-ветераны, которые прекрасно умеют обращаться с оружием, которые доказали свою храбрость, они очень-очень хотят получить спартанское гражданство. Нет, демократия, конечно, не хотят. Хотят спартанского гражданства или, по крайней мере, получить какие-то права. И тогда спартанцы, понимая, что нет никакого иного выхода, чтобы не допустить восстания, выбирают две тысячи элотов и назначают их почетными гражданами. И устраивают в честь этого великое празднество. Они берут эти две тысячи элотов и начинают водить их по храмам. В конце процессии выясняется, что ни одного элота среди тех, кто ходит, нет. На вопрос, где великие воины элотов, ответ только один – их забрали боги. Спартанцы убивают элота в храмах, что строго запрещено. Но спартанцы – олигархи. В то время, как, естественно, другой пример из Афин – это пример религиозной истерии по поводу изуродования Герм. Статуи… Сейчас, подождите. В Афинах по всему городу стоят не статуи, а скорее бюсты или изображения бога Гермеса. Гермес, как вы знаете, это бог воров и демократов. В одну ночь эти статуи вдруг уродуются. Демократы немедленно видят это деяние, как нападение на демократию, предвестник наступления тирании. После чего немедленно начинается судилище, которое заключается в том, что демократы хватают всех подряд, пытают и пытаются найти того, кто же все-таки это сделал. Панзене, естественно, как вы знаете, падает на Алкевиада. Но помимо Алкевиада, которого, как вы знаете, в итоге присуждают к смертной казни, в ходе расследования демократы уничтожают или изгоняют огромное количество арии Сократов. Включая, как вы знаете, и некоторых учеников Сократа, помимо Алкевиада. Или там, не учеников, а людей из ближнего круга Сократа, помимо Алкевиада. То есть, эта великая чистка, подстегнутая религиозной истерией, естественно, связана с демократией. Мы также можем сказать, что из всего этого мы можем вывести простой и понятный принцип отношения религии и строя. Макиавелли формулирует его следующим образом, а мы немного переформулируем его потом. Чтобы республика была богатой, говорит Макиавелли, граждане должны быть бедными. Чтобы республика была умной, говорим мы, граждане должны быть глупыми. Как связаны глупость и религиозность, я думаю, объяснять не нужно. Хорошо, у вас был вопрос. А вы говорили о том, что тираны образованы и религиозны, потому что они фантики, ну, преимущественные фантики, жрецы? Да, да, конечно. Всякая религия, это гражданская религия сейчас. А когда выникает вопрос, есть ли тирании и олигархи так религиозны? Нет, они благочестивы, не религиозны. Да, то есть вы можете как раз провести это различие. Демократы религиозны, а олигархи и тираны благочестивы. То есть они формально выполняют требования, молятся, приносят жертвы, возглавляют процессии, ходят на мистерии. Но они убивают людей в храмах, что строго запрещено. Демократы не убивают людей в храмах, они просто убивают людей. Да, благочестие, как вы знаете, это добродетель или квазидобродетель. Потому что, например, Аристотель не считает, что благочестие это добродетель. Еще вопросы? Тогда мы двигаемся. Восемнадцать. Афинские тираны и большинство тиранов остальной Эллады, и раньше того, долго томившиеся под властью тиранины, были, наконец, исключая тиранов сицилийских, и изложены лакедемонянами. Сам лакедемон, после заселения его дворянами, живущими теперь в этой области, очень долго, насколько мы знаем, страдал от внутренних волнений. Однако, в данных уже пор, он управлялся благими законами и никогда не был под властью тиранов. Лакедемоняне сняли всех тиранов, потому что к тому моменту, когда они это делали, они еще не были олигархией. Они были агрессивны. И потому умудрились снять всех тиранов, включая, конечно, афинских тиранов. Естественно, снятие тиранов сопровождалось постановкой своих собственных людей на нужных постах. Да, какой-то прибыль. В течение четырехсот небольших лет, пройдевших до окончания этой войны, лакедемоняне имели одно и то же государственное устройство. Благодаря этому они стали могущественны и организовали дела в остальных государствах. При этом вы видите, что фукидид очень четко, имеет очень четкую преференцию, очень четко выражает свои вкусы, особенно в конце, конечно, но и сейчас тоже. Олигархия предпочтительнее демократии, потому что она куда более умеренна. Умеренность, как вы помните, добродетель, вытекает, конечно, не из того, что олигархи биологически лучше, чем демократы, а из тех же самых причин, о которых мы уже говорили. В первую очередь, из их богатства, образованности и нерелигиозности. Два только вскоре. Вскоре после отражения персов общими силами эллины, как те, что отложились от персидского царя, как и те, которые вместе воевали, распределились между афинянами и лакедемонями. И лакедемонянами. Почему так получилось? Значит, лакедемоняне, будучи молодыми и агрессивными, да будучи еще относительно демократическими, умоделяются создать империю, свою собственную империю. В том смысле, что они не только подчинили эллотов, жителей Мессении, но еще и, как вы видите, подчинили или попытались подчинить остальные города, у которых они снимали тирании. Они создали свою империю довольно давно. Еще до того, как это сделали афиняне. Сейчас мы увидим, как это сделали афиняне. Будем чуть-чуть позднее. И в этом смысле Фукидид снова указывает нам на очень простую вещь, а именно, что империализм, который как бы является темой, большой темой этой книги, он естественен. И он ни в коем случае не имеет строго негативной коннотации, которую ему приписывают теперь. В этом смысле, как мы узнаем позднее, спартанцы ничем не отличаются от афиняне. Ничем не отличаются от перцев или от сицилийцев. Они ничем не отличались и не отличаются. Не отличались и не отличаются. Принцип империализма общий, без деталей. Свойственен всем государствам или всем людям. И он не зависит от уровня логочести, от уровня... Это сейчас, это уже детали. До них дойдем позднее чуть-чуть. До персидских войн спартанцы были единственной империей в Греции. Но после персидских войн империй стало две. И вот почему. И те, и другие. И те, и другие, действительно, оказались наиболее могущественными. Тудимоняне сильны были на суше, а финяне на море. Взаимный союз между ними сохранился недолго. Вскоре разделенные враждой лодимоняне и афиняне вместе со своими союзниками воевали друг против друга. А остальные эллины в случае, если им приходилось где-либо враждовать между собой, стали присоединяться или к финянам, или к лодимонянам. Да. И здесь мы, конечно, приходим к большому первому принципу войны. Я говорю о принципах войны, но я должен пояснить, что я имею в виду. Мы берем войну здесь и сейчас только в одном смысле, в шмитянском смысле. Что тогда она под собой подразумевает? Изменение. Разделение на друзей и врагов. Принципы войны это принципы деления людей. Друг враг. И первый принцип, о котором мы узнаем, самый древний. Это, кстати, тоже будет частью прогресса. Изменение принципов войны обязательно будет частью прогресса. Самый древний из них, самый действенный, это принцип крови. Греки начинают делиться между двумя представителями, между двумя империями, между полюсами холодной войны, в кавычках. Афинянами и спартанцами на этом основании часть из греков дарийцы, а часть ионинцы. Соответственно, если вы по крови принадлежите к дарийцам вы идете к спартанцам, если вы по крови принадлежите к ионийцам, вы идете к афинянам. Более того, понятное дело, что этот принцип самый древний, потому что он происходит прямо из семьи. Ваш сын это ваш союзник, или ваш брат это ваш союзник. Но принцип крови гибнет уже к тому моменту, как начинается Телопанесская война. Мы об этом, конечно, поговорим чуть-чуть позднее. Пока что зафиксируем только первый раз. Поэтому со времени персидских войн и до этой войны афиняне и латидемоняне постоянно то заключали союз, то воевали или между собой, или совпадавшими одних союзниками. При этом они усовершенствовались в военном деле, изощряясь среди опасностей, и приобрели большой опыт. Да, прогресс непосредственно сверзан с войной. Латидемоняне пользовались в гемонии, не взимая дань со своих союзников, а заботясь только о том, чтобы подобно им и у союзников был олигархический строй управления. Афиняне, напротив, с течением времени отобрали у союзных с ними государств за исключением хиосцев и лесбоссов корабли и обложили всех союзников денежную дань. Вы знаете эту историю про Афинский марш сейс. Нас интересует появление второго принципа войны, который проявится в начале Пелупанасской войны, в самом зачатии, окажется, в самом эмбрионе Пелупанасской войны, а именно принцип деления по партии. Нет больше никаких эмильцев и дарийцев, есть только олигархи и демократы. Спартанцы понимают это первыми, потому что как олигархи они заинтересованы в том, чтобы их союзники не были подстригателями или поджигателями войны, чтобы они не требовали дальнейшей войны. Но чтобы они требовали войны, они должны перестать быть демократами. То есть они должны стать такими же, как спартанцы. Поэтому спартанцы, приходя, захватывая какое-либо государство, делает его олигархическим. Для того, чтобы иметь возможность не воевать дальше. Афинии такого недорога, я бы скучаю. Пока еще не совсем. Да, афинянам было по большому счету все равно, они выжимали только деньги из своих союзников, да, и флот. Но, естественно, потом, по мере того, как принципы деления будут меняться, конечно, это тоже будет происходить. Более того, мы можем сказать, что вот это смещение принципов или изменение принципов войны, будет еще парочка, происходит не для всех одновременно. Например, ближе ко второй половине войны, или в начале второй половины войны, сицилийские города, являющиеся ионийцами, будут у афинян просить помощи именно на основании того, что афиняне такие же ионийцы, как они. хотя для афинян уже даже принцип партии не будет иметь в этот момент значения. То же касается, мы можем сказать, и индивидов. Как мы увидим позднее, на самом деле изменение принципов войны происходит не в массах сначала, а в индивидах. Значит, сколько у нас их там? Ну, на самом деле, да, четыре. Оттого, ко времени этой войны боевая подготовка афинян была значительной, нежели пору высшего просветания их союза, когда последний не был еще висим. Вот какова была древность по моим изысканиям, хотя и трудно положиться на отнесящиеся сюда, безразлично, каковы бы они ни были свидетельства. Дело в том, что люди перенимают друг от друга предания о крошке, хотя бы оно относилось к их родине, одинаково без всякой критики. Да, Фукидид говорит, что исследуя древность, он полагался не только на поэтов, но и на устные предания и объяснения. И он нашел их такими же плохими, как и действия поэтов, потому что большинство людей оказываются некритичными тому, что они слышат о древности. Фукидид приводит один пример этому, этот пример афинский пример, и этот пример на удивление будет повторен и более детально изложен в решающий момент книги, всего произведения, конечно, в момент истерии с гермами и осуждения мелкивиадов. Мы должны будем сейчас прочесть то, что предлагает нам профессор педит, а вас я призываю найти второе изложение и попытаться сравнить их. Пожалуйста. так, например, большинство афинян полагают, что гепар пал от руки гармодия и аристогетона в то время, как он был тираном. Они не знают того, что правителем тогда был гипер, как старший и сыновей и сестра, что гепар и фесар были его братья. Вы видите, это история о тираном борчестве афинян. Гармодия и аристогетон убивает тирана. Пакетит говорит, они не только не убивают тирана, они убивают невинного человека из-за дурацкой любовной истории. Никакого никакой любви к демократии и ненависти к тирании афиняне в целом не испытывают. Но им кажется, что у них есть традиции тираном общества, потому что они принимают эту историю об аристогетоне и гармодии не критически. Большинство людей не мыслит критически, даже в самых решающих вещах. В олигархических государствах это же самое. Да, конечно. Просто этот афинский пример потом аукнется нам, серьезно аукнется нам. А фукидит сейчас все еще показывает свое превосходство и тот факт, что он является пиком или плодом прогресса. Фукидит первый, кто решает отнестись к истории критически, кто решает, что она должна быть достоверна, кто проверяет или пытается проверять факты. текст, 21-2. Хотя люди, пока воюют, считают, что всегда каждая в данный момент войну важнейшая, а по окончанию ее больше восхищаются стариной. Тем не менее, эта война окажется важнее прежде, если судить по имевшим в ней место события. Да, вот оно притязание Фукидида. Помните, он говорит, я начал писать эту работу, как только война началась, считай ее важнейшей. Теперь он говорит, вообще каждый человек считает важнейшей ту войну, в которой принимает участие. Но, добавляет он, только пока он это участие принимает. Потому что, как только война заканчивается, ему сразу начинает казаться, что золотой век – это золотой век. И его война, его опыт – ничто по сравнению с войной прошлого. Причина этого, говорит Фукидид, заключается в том, что люди не критически относятся к тому, что они знают, к тому, что они слышат от других. Твой собственный опыт давлеет над твоими, в кавычках, знаниями или представлениями о прошлом, пока ты этот опыт испытываешь. Как только этот опыт заканчивается, твои представления о прошлом, так как они не критические, берут вверх. И мы возвращаемся обратно к золотого века. Фукидид говорит, нет, мы должны это преодолеть. Но единственный способ сделать это – это начать критически относиться к прошлому. А это значит судить происходящее по событиям, по делам, по действиям. Проблема же заключается в том, что ровно так, как пишет Фукидид, поступает всякий историк современный, всякий историк после Фукидид. Но не сам Фукидид. Почему? Потому что он сам такой, не считай, просто... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Потому что помимо действий, которые, как говорит Фукидид, имеют решающее значение, в книжке мы находим что? Речи. Если ценность войны отражается действиями, событиями, зачем Фукидиду речи? И он понимает эту проблему. Тем более не исторические речи. Что касается речи, произнесенных отдельными лицами, или в форме подготовления к войне, или во время уже самой войны, то для меня трудно было запомнить сказанное в этих речах со всей точностью, как то, что я слышал сам, так и то, что передавали мне с разных сторон друзей. Речи составлены у меня так, как, по моему мнению, каждый оратор, сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего, мог говорить о настоящем положении дела. Причем я держался, возможно, ближе общего смысла действительно сказанного. Вместо того, чтобы объяснить, зачем нужны речи, Фукидид начинает объяснять, на каком принципе они строятся. Этот принцип следующий. Эти речи никогда не стенография. Эти речи всегда идеализация. Причем это не просто идеализация момента. Это еще и идеализация оратора. То есть это двойная идеализация. Идеальный оратор в идеальный момент говорит о какой-то вещи. Фукидид говорит, я делаю своим принципом только одно. Речь сохраняет смысл. Все остальное не имеет значения. В том смысле, что все остальное создано мной. Речь нужна для того, чтобы отразить, как сказал бы Перикл в такой ситуации, как народ был. Не просто Перикл, а идеальный Перикл. Как бы идеальный Перикл построил идеальную речь в этот момент. Конкретный момент. Если есть речи и есть деяния, мы должны понять, что между ними есть какое-то отношение. Обычно, естественно, речи идут перед действиями. Гораздо чаще, чем они идут после действий. В этом смысле, речи предшествуют действиям и должны каким-то образом мотивировать или объяснять мотивацию этих самых действий. Кроме того, речи имеют еще и свою собственную внутреннюю мотивацию, а потому они, например, могут быть лживыми. И в то время, как вы понимаете, дела лживыми быть не могут. По понятным причинам. Также, речи и дела вместе могут иметь отношения, решающие для политического порядка и для войны в целом. А именно отношения справедливости и несправедливости. Причем, если речь может быть лживой или правдивой, а действие может быть только правдивым, ну, не может быть лживых действий, да, то в случае со справедливостью и слово, и дело могут иметь оба свойства. То есть, речь может быть справедливой, а следующее за ним действие может быть несправедливым. И наоборот, речь может быть несправедливой, а следующее за ним действие справедливым. Или они оба могут быть справедливыми или несправедливыми. Наконец, мы должны всегда помнить, что каждая речь, хотя и написана Фукидидом, отражает и отражает идеального оратора, не является речью самого Фукидида. Никогда. И в этом смысле мы всегда должны пытаться отличать то, что хочет нам сказать Фукидид, от того, что говорят нам те или иные его персонажи. И единственный способ сделать это, помимо, естественно, того, что иногда Фукидид просто будет говорить что-то от своего лица, это сопоставить речи и действия. Потому что именно на этом стыке и происходят суждения, открываются суждения самого Фукидида. Именно поэтому перед нами не просто политическая история или просто история. В том смысле, что это набор каких-то последовательностей каких-то событий. А перед нами политическая философия. Потому что Фукидид не просто описывает события, но пытается их оценить. Дать им оценку и вывести общий принцип. Проблема, естественно, заключается в том, что так как он избрал для этого не самого себя, а своих ораторов, идеальных ораторов, понять, что именно хотят сказать ораторы, что именно хочет сказать Фукидид, тем более будет очень сложно. Иногда Фукидид будет намекать или даже прямо объяснять, какова цель той или иной речи. Но чаще всего мы не будем знать этого, а только предполагать. И уж тем более цель речи для оратора – это не цель речи для Фукидида. То есть оратор произносит какую-то речь с одной целью, а Фукидид пишет ее с другой целью. Именно поэтому мы всегда должны будем не просто пытаться сопоставлять речи и действия, но и также сопоставлять мотивы для речи со стороны оратора с мотивами для речи со стороны Фукидида. Кроме того, речи носят еще и функциональный характер, потому что если вы обратите внимание на них, то окажется, что есть огромные куски книги, где речей просто нет. Нет. Особенно ближе к концу. Именно поэтому некоторые исследователи делают вывод о том, что Фукидид умер, не написав книжку, именно потому что в восьмой книге речей практически нет, они отсутствуют. А в смысле цитации нет? Нет, нет. Иногда Фукидид, об этом тоже сейчас надо сказать, иногда Фукидид вместо прямой речи дает косвенную. Иногда понятно, почему это сделано. Например, если речь повторяется. Да, там Брасид приходит в один город, первый раз его речь дана, остальные разы она косвенная. Брасид пришел и сказал то-то, то-то, то-то и то-то. Но в последней книге речей нет практически вообще, хотя остальные вроде как наполнение речами. Хотя там есть немного косвенных речей. Из этого делается вывод о том, что Фукидид обычно косвенные речи превращает в настоящие. То есть он пишет историю, а потом с косвенными речами, а потом возвращается к ним и превращает их в настоящие. Он не вернулся в случае восьмой книги, значит он не успел ее закончить. Такие делаются выводы. Мы с этими выводами, естественно, должны поспорить, потому что если Фукидид не успел закончить восьмую книгу, то мы можем сделать вывод о том, что он не успел закончить никакую книгу. Ну, в смысле, если он все еще продолжил выработать над историей, ничто не мешало возвращаться ему и к первой книге, и ко второй, и к третьей. И таким образом нам придется признать, что история не завершена, что мы не имеем перед собой четкую мысль Фукидида, а значит мы не можем ее нормально изучать. Что, естественно, невозможная предпосылка для изучения истории. Не выстирайте, не нельзя назвать это, как философу, которую вы тоже представляете. Нет, мы говорим не про философию, а про книгу. В этом смысле мы можем сказать, что, должны сказать, что всякая книга, которую мы имеем на руках, завершенная книга, что автор сказал все, что хотел в ней сказать. Иначе мы натыкаемся на непреодолимую проблему. Что же касается имевших место в течении войны событий, то я не считал согласным со своей задачей записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал о других, после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта, в отдельности взятого. Изыскания были трудны, потому что очевидцы отдельных фактов передавали об одном и том же не одинаково, но так, как каждый мог передавать. В руководстве симпатии к той или другой из воюющих сторон, или основываясь на своей памяти. Да, Фукидид должен превзойти Гумера, поэтому он утверждает, что не собирается ничего приукрашивать, а напротив потратил огромное количество времени и сил, для того, чтобы быть как можно более объективным. Объективность это совершенно новая штука. Ее нет ни у лагографов, ни у Гумера. И, как вы понимаете, она пытается дойти до нас спустя две с половиной тысячи лет. Почему не у лагографов нет? Потому что лагографы, хотя и записывали истории, они записывали их на основании как чьих-то светеств и не разбирались с них. В этом смысле у лагографов часто можно встретить фактическую историю смешанную с мифами. Надо привести пример какой-то. Ну, например, какой-нибудь условный Гален говорит о Персии или о Беунии, и говорит, что там, значит, расположен недалеко от города Икс храм Бога Икс, который построен в честь того, что этот бог Икс недалеко от этого места кого-то убил. То есть, лагографы не отличают мифа от истории. И в этом смысле Фукидид сам называет их лагографами, потому что лагографы буквально, значит, записывающие речь. То есть, вот что они слышали, то они и записывали. Фукидид так не делает. Фукидид отказывается по уже понятным причинам. Люди, которые рассказывают ему факты, принимают эти факты без их анализа, без критического подхода к тому, что они слышали. Фукидид так делать не будет. И дальше вы должны услышать знакомые слова. Четыре. Быть может, изложение майор Чужде Басе покажется менее приятным для слуха. Где вы это слышали? Макеавелли государь. С этого начинается государь Макеавелли. Зато его сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем и могуще по свойству человеческой природы повториться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде. А вот и притязание на то, что Пелопонесская война – это предельная война. Она может повториться, но не может быть произведена. Это притязание исходит не из ранее описанных нами принципов прогресса. Оно исходит только из одного – из человеческой природы. Фукидид уверен, что Пелопонесская война… Давайте, что у человека есть природа человека. Очевидно, что она неизменна. Потому что если бы природу можно было изменить, это бы он уже не человек. Если она неизменна, то она вечна. В том смысле, что пока существует человек, существует и природа человека. И в этом смысле, если Пелопонесская война полностью открывает природу человека, то никакая другая война, сколь бы масштабной, сколь бы чудовищной, сколь бы технически прогрессивной она ни была, никогда не сможет раскрыть ее, эту самую природу, больше, чем раскрыла ее война Пелопонесская. В этом смысле, прогресс, подлинный прогресс отражается не в тех вещах, о которых мы говорили ранее, не в ресурсах, не в масштабе, не в том, на каких уровнях происходит сражение, не даже в количестве страданий, как Фукидид скажет ниже, а именно в том, насколько хорошо, насколько полно, насколько до конца война раскрывает человеческую природу. И тут мы должны вернуться обратно к речам. Очевидно, человеческая природа, так как человек-особенная зверюшка, раскрывается не только в действиях, но и в словах. И скорее даже в первую очередь в словах. Более того, вы же понимаете, что у Фукидида говорят не все, персонажей-то миллион в истории. Война длится 27 лет, там людей навалом. Говорят только избранные. Они избранные, потому что они должны отражать природу. Так или иначе, каждый из них ответственен за раскрытие природы человека. И понятное дело, что если мы говорим о том, что во время войны прогресс всегда происходит быстрее, чем во время мира, или что война куда сильнее толкает нас к прогрессу. Раньше это было более или менее голословное тверхтение, а теперь мы понимаем почему. Вспомните, зачем нужно государство по Фукидиду? Что оно делает? Какая его главная функция? Ограничивать природу человека. Правильно, подавить природу человека. Это значит, что природа человека открывается только в войне. И предельная война это та, в которой природа человека открывается предельно. Более того, то есть это тоже какой-то прогресс. Мы бы могли назвать его прогрессом человечности с улыбкой на лице, потому что человеческая природа по Фукидиду, она не отражается в современном условии человечности. Она напротив. Но это человечность чистейшей воды, потому что речь идет только о человеческой природе. Итак, человеческая природа раскрывается в ходе войны гораздо лучше, чем она раскрывается в миру. В этом смысле деятели войны, этой войны, должны будут превосходить деятелей войн прошлого. И только так будет доказано превосходство Пелопонесской войны над Троянской или над Персидскими войнами. То есть, если отсюда, то есть, может быть, отлично Руссо заимствовал вот эту посылку? Мне сложно сказать. Ну, то, что государство притесняет природу человека, то, что она... Нет, ну, отсюда заимствовал ее Гоббс. Да, помните, Левиафан создан потому, что природа человека зла. Ну, в кавычках, да, мы знаем, что это не так. Нет, государство есть война. Получается, если... Если нет, государство идет война всех против всех, да. Да, именно поэтому, мотивируясь главным мотивом политического действия страхом, люди создают государство. И создают его таким, чтобы оно могло раздавить любого. Потому, что в этом его функция, воспользовавшись главным мотивом политического действия страхом, напугать вас настолько, чтобы вы не стали проявлять плохие качества человеческой природы. Александр Михайлович, ну, а вот что касается превзойдения, в данном случае, человеческой природы? Не превзойдения, а раскрытия. Нельзя превзойти природу. Можно только более или менее ей соответствовать. То есть, соответственно, фокетит утверждает, что уже больше раскрыться эта природа не может, потому что она раскрылась максимально, потому что он уже видел. Соответственно, все, как человек, уже больше ничего нового не может показать. Да. Мы говорили о прогрессе с точки зрения фокетита, пока вас не было в прошлый раз. И в этом смысле, действительно, мы можем сказать, что фокетит не верит ни в равномерный примирение прогресса, ни в регресс от золотого века. Его представление о прогрессе волнообразно, потому что прогресс заключается в полном раскрытии природы. Конечно, вопрос о том, действительно ли фокетиту удается полностью раскрыть природу человека, зависит от того, какие лица ее раскрывают. И вы, конечно, знаете, и в прошлый раз даже меня сами спрашивали, что центральным лицом этой войны является кто? Алкевиад. Алкевиад. И, к сожалению, так или иначе, Алкевиаду настолько повезло, что он находится в обеих частях классической политической философии, как ученик Сократа и как величайший образец человеческой природы. В этом смысле вы могли бы сказать мне, что для того, чтобы найти такую же великую войну или более великую войну, чем Пелопонесская, мы должны найти такого же или более великого человека древности, ну или человека прошлого. Обычно, когда говорят об Алкевиаде, с ним в одну линию ставят Наполеона и Цезаря, потому что особо больше некого. Но между ними есть решающая разница, потому что когда Наполеон идет воевать, он идет воевать с лозунгом на устах во имя республики. Потом во имя империи. Да, во имя спасения Франции, в первую очередь. Когда Цезарь идет захватывать Рим, он делает это во имя республики. И Наполеон, и Цезарь, по крайней мере, в своих словах, не обязательно в своих делах, являются слугами, являются патриотами. Алкевиад не является патриотом, и он не является слугой своего государства. А Алкевиад является предателем, архипредателем, потому что он предал не только свою родину, но и всех остальных. Наполеон может быть представителем Франции, а Цезарь представителем Рима, но ни Наполеон, ни Цезарь не являются человеком государства. То есть они не участвуют в международных отношениях как отдельный актор. Они всегда как представители. То есть Наполеон не просто сам по себе. За ним стоит Франция. Цезарь не просто сам по себе. За ним стоит Рим. За Алкевиадом не стоит ничего, кроме Алкевиад. В этом смысле Алкевиад является суверенным человеком, потому что он сам по себе человек государства. То есть он ведет международные отношения не от имени какой-то державы, а от собственного имени. Ну, опять же, я обещал вам... Но он это именно заработал, благодаря тому, что... Нет, как он его заработал, вы увидите. И не совсем так. С самого начала он действует абсолютно самостоятельно. Но об этом мы не узнаем никогда. А я надеюсь, что вы знаете, когда прощаете. То есть на этом стоит Пукинидовое притязание. Если вы сможете найти второго такого человека, который является актором международных отношений, не имея за собой никакой силы, кроме себя самого, то тогда вы, может быть, найдете на человека близкого к тому, что показывал Алкевиад. Потому что помните, что помимо этой части Алкевиадово наследия, есть еще вторая часть, сократическая. Ни Наполеон, ни Цезарь не были учениками Сократа. А, вот тут возникает вопрос. Да. Если за Алкевиаду Алкевиаду он суверением не стоит никакого государства, можно ли сказать, что это немного варрость? То есть все последующие великие люди, за ними стоялась форма цивилизации, под названием государства. Алкевиад сам себе вор. Нет, государство ведь не обязательно. Персия это же варвара. Это же не цивилизация. А империя большая. Но вы могли бы сказать по-другому. Так как, конечно, война раскрывает человеческую природу. И война, естественно, может вести гибель цивилизации. И в этом конкретном случае подрывает цивилизацию. И мы знаем, что государство, оно необходимо для того, чтобы подавлять человеческую природу. Действительно можно было бы сказать о том, что обнажение варварства и есть обнажение человеческой природы. Так что они связаны. Проблема только в том, что мы помним, что мотивы гибели государства, это одни и те же мотивы. Ну, тогда вот все, что Алкевиад, условно говоря, Алкевиад более невозможен, пока существует цивилизация. Нет, Алкевиад же вышел из цивилизации. Вот. Ну, он вышел из цивилизации, но он как бы вышел и закрыл за собой дверь. Но он не успел. Он как бы стал... Нет, он так или иначе вышел из цивилизации. Только цивилизация делает Алкевиада возможным. Да, 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 это факт. Но он сам не является частью цивилизации, потому что он в смысле Иоанна. Вот это сложный вопрос. Нам для этого придется посмотреть, что говорит и как думает Алкевиад. Просто в таком случае, конечно, не реалистичный пример, возможно, мы увидим нового Алкевиада, если доживем до будущего формата Фаллау. Нет, мы... То есть цивилизация... Нет, 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 наоборот. Вот когда ядерная война начнется, вот тогда мы получим Алкевиад. Потому что Алкевиад не выходит из ватворства. Он выходит из пика цивилизации. Из того же самого пика, из которого выходит Фукидид. Из того же самого пика, из которого выходит Сакрад. И только Фукидид с Сакрадом делают Алкевиада возможным. То есть помните, Фукидид сам по себе является плодом цивилизации. Более высоким, чем Перикол. Более высоким, чем Гумер. Но он делает возможным Алкевиада. И потому Алкевиад еще более высокий плод цивилизации. Точно так же, как его делает возможным Сакрад. И понятное дело, говорим мы себе, что если прогресс всегда волнообразен, то вслед за пиком неизбежно следует падение. И в этом смысле, естественно, падение означает падение во всех смыслах. Падение в количестве ресурсов, падение цивилизации. Вполне можно обратно в арбатство скатиться. Но другое дело, что Алкевиад это именно пик цивилизации. Он этой цивилизации противостоит. Мы могли бы сказать так, да. То есть его природа оказывается не подавленной государством. А цивилизованное существование людей возможно только тогда, когда она оказывается подавленной. Давайте тогда будем двигаться дальше. Нет, сейчас. У нас еще есть время? Минута. Минута. Дочитаем. Последнее продолжение. Мой труд рассчитан не только на то, чтобы послужить предметом словесного состязания в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки. Если Фукидит сможет раскрыть нам человеческую природу, сможет показать, что Пелопонесская война была предельной войной, это значит, что его философия является философией навсегда, что он раскрыл истину. И, соответственно, только при том условии, что Пелопонесская война является предельной войной, и Фукидит удается раскрыть природу человека, Фукидит сможет выполнить это свое притязание. Но это притязание сознательное. Это не есть результат случайности. Фукидит с самого начала пишет эту книгу с этой целью. Полностью раскрыть человеческую природу в этой войне. Если у вас больше нет замечаний, действительно, давайте остановимся.